Друзья, всем доброе утро! Всех приветствую на торговой сессии вторника. На календаре 9 ноября мы продолжаем анализировать рынок, используя математическую модель поведения цены. Понедельник после нонфарма, как обычно, получился не самый волатильный, поэтому по некоторым инструментам у нас образовался вложенный день. Но давайте разберемся подробнее. Итак, индекс S&P 500. Как раз по индексу S&P 500, как видим, в пятницу волатильность была гораздо выше, что позволило понедельнику полностью оказаться в рамках пятницы торговой сессии, поэтому здесь мы имеем информацию вложенного дня. Отмечайте себе границы. 46, 64, 46, 49 это нижняя зона ликвидности и 47, 18, 47, 33 это верхняя зона ликвидности. Конечно, я бы предпочел подождать именно коррекции к нижней зоне ликвидности, а отсюда уже заходить на то, чтобы достигать более дальних целей. Но рынок это рынок. По сути говоря, мы уже находимся с пятницы в рынке, поэтому лонговые позиции наши можно просто подержать до верхней зоны ликвидности. Это и будет наша ближайшая цель. Пока что более дальние цели нет смысла рассматривать. Я не думаю, что более 50 пунктов мы дадим за сегодняшний день, тем более, что за последние несколько дней такого практически не было. Даже если мы 50 пунктов шагали, цена либо останавливалась, либо корректировалась. Поэтому ближайшая цель верхняя зона ликвидности вполне себе такая адекватная ситуация. Поэтому придерживаемся пока лонгового направления по S&P 500 до указанных границ. Идем дальше. Евро по отношению к доллару. Здесь у нас, как видим, вчера была реакция от уровня минимальной коррекции. И, собственно, сейчас мы этот уровень успешно пробиваем. И здесь уже нас заставляет текущая ситуация задуматься. Спасибо большое. Будь здоров. Так вот, заставляет ситуация задуматься о том, что, возможно, восходящий тренд сейчас вновь появится. На данный момент мы имеем следующее. У нас есть такая размерность, которую мы с вами рассматривали. Мы видим, что эта размерность отработала. Была от нее небольшая коррекция, но вниз мы не пошли. Сейчас мы пробиваем уровень минимальной коррекции. И цена пытается закрепиться выше него. Соответственно, если это действительно произойдет. У нас есть вот этот уровень поддержки сопротивления зеркальной 1.15945. Если цена будет закрепляться выше этого уровня, то мы можем смело рассчитывать на достижение более глубокого уровня коррекции. А именно, котировка 1.16281. Также у нас сверху есть неотработанная зона ликвидности. Поэтому в текущем восходящем цикле стоит предположить, что цена будет стремиться именно сюда. Поэтому в рамках краткосрочного движения мы с вами будем рассматривать именно лонговые позиции. И, соответственно, рассчитывать на достижение ценой котировки 1.16323. Вот такой ближайший сценарий у нас по евро-доллару. Идем дальше. Фунт-доллар. Как видим, дело не в евро, а в долларе. То есть доллар у нас в понедельник ослабел после пятничного нонфарма. Соответственно, по фунту также намечается восходящее движение. Тем более, что здесь мы уже пробили трехсоставное движение, которое рисовали ранее. И также закрепились выше уровня минимальной коррекции. Но здесь, в отличие от евро-доллара, у нас есть возможность еще одну размерность подстроить. И, как видим, мы до уровня минимальной коррекции по старшей размерности еще не дошли. Мы его, конечно же, с вами отметим. И будем иметь в виду, это уровень 1.35931. Но когда происходит вот такое смешение нескольких уровней в одной области, это не всегда хорошо, потому что непонятно, откуда открывать сделку. Мы можем открыть от нижней границы, можем открыть от верхней границы. А можем вообще распределить наш объем и открывать и с верхней границы, и с нижней границы. Но это уже на усмотрение каждого. Что конкретно буду делать я? По данной валютной паре я сегодня пока ничего открывать не буду. По крайней мере, до того момента, как мы не зайдем вот в этот диапазончик. Вот в этом диапазончике я уже буду переходить на младший таймфрейм и смотреть, есть там какой-то разворот или закругление, или что-то типа такого, что позволило бы мне открыть шортовые сделки. Ну а что касается лотговых сделок, давайте отметим два уровня поддержки. Уровень минимальной коррекции 1.3513, уровень глубокой коррекции 1.34797. Собственно, от этих уровней в продолжении восходящего движения по циклу до цели 1.3640, 1.36599 можно покупать. Что касается структуры, ну давайте посмотрим, что нам рисует здесь структура. Вот такое движение мы имели. Ну, по сути говоря, структурное движение нам плюс-минус указывает в район циклического диапазона, поэтому данный сценарий актуальный. Придерживаемся его. Идем дальше. Доллар и японская иена. Вчера прекрасно мы снизились практически с тех значений, с которых я делал обзор. Сразу же упали. Видим, достаточно неплохо. И уровень наш ключевой оттестировали. 12.878. Но сейчас пока двигаемся дальше. Следующая цель 112.534, 112.658. Это циклический диапазон. После него уже можно какие-то более глубокие коррекции искать. Пока что мы рассматриваем вот такой цикл. Отметить себе уровень минимальной глубокой коррекции можно. Но еще раз повторюсь, если мы будем пробивать локальный минимум, то их придется немножко подтягивать. 113.396 и 113.730 наши цели по коррекции. Скользяшки уже практически развернулись. Так что полагаю, что здесь в скором времени будет действительная смена тренда. Точнее ее подтверждение. Такой сценарий по доллар и иене. Идем далее. Доллар канадец. Доллар канадец провел вчерашний день во флете. Причем давайте посмотрим, был ли здесь вложенный день. Так. Здесь у нас лоу 1.24.355. А здесь лоу... Так. 1.24.355. Вот видите, совпадают полностью котировки. Поэтому здесь, что называется, бабка на двое, я сказал. С одной стороны, можно отметить этот день как вложенный, с другой стороны, наверное, не самая удачная идея. Поэтому давайте мы этого делать не будем, чтобы лишний раз не пытаться подстроить рынок под наши какие-то суждения. Поэтому мы просто подождем трехсуставного движения. Сейчас пока что канадец двигается вниз на фоне ослабления доллара. Я думаю, что мы долетим с вами до уровня 1.24.132. Отсюда нужно будет уже зайти в лонговые позиции до целей 1.24.985, 1.25.119. Ну а если, соответственно, мы будем закрепляться ниже этого уровня, то в этом случае просто рассматриваем движение в нисходящем направлении. Собственно, вот такой сценарий у нас по доллар-канадцу. Идем дальше. Доллар-франк. По доллар-франку пока все в рамках нашего сценария. Вчера мы говорили о том, что цена все-таки пойдет в нисходящем направлении до нижней зоны ликвидности. Ну, собственно, пока что так и происходит. Конечно, минимумы локальные пятничные пока еще не пробили, но еще не вечер. Поэтому рассматриваем продолжение нисходящего движения по той структуре, которая у нас образовалась ранее. Здесь в сценарии ничего не меняется. Идем дальше. Австралиец-доллар. Смотрим, что произошло. Пошли мы вчера на отработку дивергенции, но в итоге нас не пустил уровень глубокой коррекции. То есть то, о чем я предупреждал. Цена скорректировалась, но сейчас пока что находится между локальным минимумом и локальным максимумом. Так что вполне возможно, что сегодня будет продолжение этого восходящего движения. Дивергенцию мы все-таки отработаем. Цена пока что неплохо двигается по составному движению. Достаточно четкие коррекции показывает. Поэтому не исключено, что сегодня мы эти цели добьем. Поэтому единственное только что здесь следует сказать. Если вы вчера заходили на отработку дивергенции, то по сути говоря, вот здесь вы должны были сделку эту прикрыть. Но если вы ее не прикрыли, то наверное лучше ее прикрыть сейчас. Потому что у нас по сути с вот таким сценарием изменились границы движения цены. То есть take profit у нас немножко подтянулся. И обратите внимание, с размерностью он совпадает. Поэтому котировка, которой мы будем двигаться в рамках отработки дивергенции, это 0.74407. И более дальняя котировка, это 0.74736, полная отработка дивергенции. Ну а пока что поддерживаемся такого сценария. То есть именно в лонг на отработку дивергенции. Так, идем дальше. Новозеландец. Новозеландец, как видим, поболтался в районе ключевого уровня. Делал коррекцию неплохую. Достаточно неплохую. Ну да, 26 пунктов. Такая средненькая, но в рамках коррекции. Что сейчас? По сути, если мы не пошли от этого уровня вниз, то вот эта размерность, на которую мы рассчитывали, то есть именно сценарий ухода в нисходящем направлении, уже получается не актуальным. Поэтому сейчас мы с вами переворачиваемся в наших упреждениях. Мы рассматриваем движение в лонг. Идеи закрепления выше линии поддержки сопротивления. То есть сейчас открываем уже лонговые позиции, для того, чтобы добить их до верхней границы, верхней зоны ликвидности. Это у нас уровень 0.72.128, и верхняя граница 0.72.316. Вот такой несложный сценарий по Новозеландцу. То есть даже если вы вчера открывали от этого уровня шарповые позиции, то они у вас сейчас должны быть практически в нуле, или в небольшом минусе. Желательно их прикрыть и все-таки перевернуться, потому что тенденция указывает в данный момент именно на то, что мы можем уйти дальше наверх. Идем дальше. Золото. По золоту. Надеюсь, что вчера все прикрыли ваши позиции, ну или по крайней мере их обезопасили, потому что на обзоре я предупреждал, что есть после вот такого движения очень большой шанс еще немного выстрелить. Но очень просто, потому что нет слабости конструкции. То есть видите, восходящее движение, но оно полностью в согласованности находится. Каждая вершинка выше предыдущего пика, ну и цена соответственно растет. Что сейчас мы будем делать? А вот сейчас у нас уже есть формация дивергенции. Вот она эта формация, вот она. И соответственно здесь есть два варианта отработки этой дивергенции. Вариант номер один, это мы просто ждем, когда у нас цена дойдет до нашего ключевого диапазона 1828-1824, и отсюда агрессивно заходим в продажи. Вариант номер два. Отрабатываем дивер так же, как мы это делаем обычно, то есть консервативно. Отрабатываем дивергенции. Примерно так. Хотя здесь я бы, наверное, вот так даже лучше построил. Ну и собственно говоря, ждем пробоя данного трендового канала. И заходим в шорт при пробое. То есть при закрытии часовой свечи ниже границы данного канала. Соответственно, так, уровни минимальной и глубокой коррекции на текущий момент у нас следующие. Так, что ж такое? 1808-1999, 1799-89. И более дальние уровни коррекции. Это 1797-1783. Отмечаем себе эти уровни. И имеем в виду, что если мы пойдем вниз, в текущем восходящем тренде, от этих уровней можно будет совершить выгодные покупки. Потому что цена сейчас находится далеко от диапазона средних цен. А при подходе к этим уровням она, по крайней мере, будет либо ближе, либо вообще зайдет в эти уровни. Так что здесь будут наиболее выгодные для нас котировки на покупку. Ну а пока что ждем отработки диверкинсы и коррекции. Так, по серебру продолжаем идти вверх. Здесь у нас дивер уже нарисовался третьей волной после вот этой шпильки. То есть, вот у нас вершинка раз, вот вершинка два, вот вершинка три. Дивергенция пока что, как ни странно, локальная. То есть, здесь даже перехода у нас не произошло. Поэтому отрабатывать мы ее будем, собственно говоря, примерно так же. Но в отличие от дивергенции золота, здесь дивергенция очень корявая. Потому что вот эта шпилька, она вносит определенные коррективы, которые не совсем благоприятно скажутся на потенциале и на стоп-лоссе. То есть, на вашем риске. Поэтому здесь мы будем делать следующее. Так, мы построим на половину вот этой шпильки уровень минимальной и глубокой коррекции. И видим следующую картинку, что если мы подойдем вот сюда, то мы как раз отскочим от уровня минимальной коррекции. Но при этом у нас начнется отработка дивергенции. Так что, по сути, если мы дивергенцию отработаем, то это будет примерно до уровня глубокой коррекции. Соответственно, что я вам рекомендую сделать? Я рекомендую при пробое, при начале отработки дивергенции все-таки начать отрабатывать дивергенцию. А вот при достижении уже уровня глубокой коррекции здесь открывать лонговые позиции. 23, 963 наш уровень, который нас интересует. Соответственно, что мы здесь... Почему именно так? Потому что при отработке дивергенции, во-первых, у нас здесь получится очень небольшой стоп, порядка где-то 10 пунктов, не больше. Ну а, соответственно, после того, как мы уже этот потенциал отработаем, мы спокойненько зайдем в лонги и будем продолжать купать до наших далеко идущих целей. Ну а именно до ближайшей зоны ликвидности, не отработанной. Соответственно, по формации, если мы посмотрим, то от уровня глубокой коррекции мы как раз придем к верхней границе зоны ликвидности. Так что можно сказать, что этот сценарий подтвержден. А вот такие у нас дела по серебру. Идем дальше. Нефть марки Brent. Если вчера кто-то шортил, то, в принципе, вы были в неплохом плюсе. Да даже сейчас должны быть в неплохом плюсе, но я вчера все-таки шортовые позиции не открывал, потому что заметил, что здесь есть вложенный день. Формация вложенного дня 84, 24, 85, 63, верхняя зона ликвидности и нижняя зона ликвидности это 79, 12, 77, 77. Поэтому точкой входа для меня будет достижение именно верхней зоны ликвидности. То есть я хочу, чтобы здесь был ложный пробой и как раз где у нас вот этот уровень локального дисбаланса находится, соответственно, отсюда я еще раз продам и отработаю полностью вот это движение до нижней зоны ликвидности. Что касается структуры движения, то видим, в принципе, если мы от верхней границы, от верхней зоны ликвидности будем заходить, то структура нас как раз приведет к нижней зоне. Так что здесь все подтверждается. То есть вот эти уровни, которые мы строили вчера с вами, они, конечно, остаются пока что актуальными, пока мы не пробили локальный максимум. Но когда мы пробьем, их придется подтягивать и не ориентироваться на них, как на уровень поддержки для движения в лонг, а просто как уровень обскока и какой-то коррекции при движении в шорт. Идем дальше. Доллар-рубль. Вчера особого такого движения не было. Ну и, кстати, вот по доллар-рублю я никогда не рисовал вложенных дней, потому что сессия длится всего 8 часов. и здесь особо даже их и не нарисуешь. По-моему, у меня ни разу... А, нет, один раз даже было нарисовано. Когда-то давным-давно. А, у меня не прогружается. Ну, было нарисовано прям очень давно. Это первого... Нет, 11 января было аж нарисовано. Давайте сейчас, наверное, попробуем тоже нарисовать здесь зону ликвидности. Попробуем ее отработать, посмотрим, что получится. Так. Так, 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 так. Вот такая зона ликвидности у нас получается. Сейчас приближу. Значит, нижняя зона, отмечаем себе на графике, это 70, 744, 70, 937. Рядышком находятся ключевые уровни поддержки. И верхняя граница 71, 661, 71, 854. Теперь посмотрите внимательно, что у нас получается по сценарию. То есть, вот первый сценарий. То, что мы с вами вчера рассматривали. Два варианта. Первый вариант. Мы трехсоставным движением уходим до верхней зоны ликвидности. Отсюда падаем ниже по той размерности, которая была ранее. Сценарий номер два. Уходим вниз и от нижней зоны ликвидности заходим как от уровня минимальной коррекции дополнительно и отрабатываем движение до верхней зоны ликвидности. И тот, и другой сценарий предполагает работу исключительно отложенными ордерами, так что я не думаю, что у вас должны возникнуть проблемы с решением по поводу точки входа. Входить, не входить. Просто выставляем отложки и отрабатываем. По доллару, рублю, все. Так, ну и биткоин. Услистал в небеса, пробил глобальный максимум, выполнил вот эту большую размерность. А, нет, не вот эту большую. Вот эту размерность выбрал. Так что, собственно говоря, здесь пока даже точек входа никаких у нас и нет с вами. Есть небольшие... Небольшие размерности коррекции, а именно вот такие размерности. И даже вчера у нас было что-то похожее на эту размерность. Но на фоне такого волатильного движения биткоина рассматривать подобные размерности для того, чтобы войти в лонг, честно, я не хочу. Шортить биткоин тоже пока рано. Здесь, конечно, есть дикий дивер, но все равно с учетом того интереса, который сейчас присутствует на рынке к первой криттовалюте, я не думаю, что внезапно нас ждет какое-то... какое-то, не знаю, шортовое движение, какая-то коррекция. Поэтому мы будем продолжать действовать пока что в рамках идеи покупки биткоина. Но что касается дальнейшего сценария, смотрите, мы сделаем так. У нас есть вот такая наклонная трендовая линия. Собственно, эта трендовая линия пока что, поскольку у нас именно вот эта конструкция является слабой. Слабая она является, потому что она усмеченная пока что. Эта конструкция для нас будет конструкцией защиты нашей идеи по покупке. Вот если мы ее пробиваем, то здесь мы уже будем задумываться о продаже. А пока мы ее не пробили, то здесь будет у нас исключительно покупка. Более того, мы с вами нарисуем еще вот такую трендовую линию на всякий случай. Хотя, конечно, она, наверное, большого смысла не будет иметь. Но, тем не менее, наклонная трендовая линия, соответственно, которую мы вчера как раз ночью пробили. Даже не вчера, а назад вчера. И... Что хотел сказать, забыл. Короче... В общем, вот у нас есть диапазончик некий. Если мы ниже него опускаемся, то впору подумать о продаже биткоина. Пока мы ниже него не опустились, у нас продолжается восходящий тренд, просто с небольшой коррекцией. Что касается целей по восходящему тренду. До самого интересного дошли, да? Куда же мы будем? Так. 72, 742, 74, 0,59. Блин, дальние цели на самом деле. Хотя, конечно, с учетом этого последнего движения, до них совсем чуть-чуть, до маленько осталось дорасти. Но, тем не менее, это цели, конечно, дальние. Сейчас попробуем поискать более близкие, чтобы вам ориентироваться на краткосрочные сделки. Ой. О. Так. Более близкие цели. Эта цель отработала. Ну, это цель прям совсем близкая. Давайте вот это, наверное, отметим. Она ненамного отличается, на самом деле, от среднесрочных целей. 71, 0,66, 72, 0,55. Ну, а вот эту вот цель, вот этот диапазончик, мы его отметим, но отметим вот так, линией. Чтобы просто иметь в виду, что здесь есть какое-то сопротивление, какой-то конец цикла. Ну, а пока что, в принципе, это все. То есть, шортить с текущих позиций. Ну, с одной стороны, цена, да, она действительно далеко ушла от диапазона средних цен. Но, с другой стороны, у нас явно восходящий тренд. Поэтому шортить при восходящем тренде неблагородное, неблагодарное и глупое дело. Поэтому я рекомендую все-таки подождать коррекции и спокойно заходить. На текущий момент у меня все. Надеюсь, видео было вам полезным. Не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки, жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующий обзор. Хорошего дня и удачной торговли вам!